Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования Вайсплат. Сегодня мы с вами разберем такой классный эффект, как бьющийся экран при нажатии мышкой. Это смотрится довольно эффектно. То есть, например, у вас на сайте находится какой-то контент, и вы кликаете по нему мышкой, и он у вас рассыпается на осколки. Ну, довольно классно это выглядит. Не забываем подписаться на наш канал. Для этого нажимаем на иконку в нижнем правом части видео и нажимаем кнопку «Подписаться» и ставим лайк. Итак, давайте переключимся на рабочий стол и посмотрим, как это легко и просто сделать. Переключаемся на рабочий стол. Создаем новую папку для нашего сайта. Правой кнопкой «Создать папку». Пишем «Site 6», «Enter». И внутри создаем текстовый файл для нашего сайта. Правой кнопкой «Создать текстовый документ» пишем «Page1.html». Если вы не видите расширения HTML, нажмите на закладку «Вид» и поставьте галочку «Расширение имен файлов». Нажимаем правой кнопкой на файле и берем «Open with Brackets». Brackets – это такой редактор HTML-страниц, который я использую. Итак, здесь есть плагин «Emmet». Он достраивает HTML-структуру, например, ваших тегов. Пишем восклицательный знак, нажимаем «Табуляцию». И плагин «Emmet» достраивает минимально необходимую структуру HTML-документа. Тег HTML, тег head, тег meta, тег title, тег body. Итак, title – это то, что вы видите на закладке браузера. Давайте напишем «Бьющийся экран». Сохраним. Теперь, давайте сделаем что-нибудь, какой-нибудь контент на нашем экране, да? Ну, давайте напишем «h1», тег. Например, «разбить экран». Давайте добавим с вами тег «p», «p» табуляция и пишем «наш контент». Так, «наш контент». Давайте выделим «Ctrl-C», «Ctrl-V». Несколько раз это напишем на экран. Давайте добавим какую-нибудь картинку сюда. «emg», тег, табуляция. Откроем «Yandex». Так, пишем «бесплатный фотосток». Пишем «бесплатный фотосток». И выбираем, например, «Pixabay». Давайте возьмем какую-нибудь новогоднюю тематику. Например, «Новый год». Отлично. И выберем какие-нибудь классные картинки. Вот, 2020. Отлично. Давайте вот это возьмем. «Бесплатная загрузка». «Скачать». «Не робот». Так, автобусы. Тут их нет. Вот здесь есть. «Подтвердить». «Скачать». Давайте эту картинку покажем в папке. «Ctrl-X». Вырежем ее. Рабочий стол. Сайт 6. «Ctrl-V». Вставили сюда. Итак, эту картинку можем поместить, например, на задний фон. А внутрь нашего сайта вставить, например, снеговика. Давайте так и сделаем. Вернемся сюда и напишем еще «Снеговик». Так, вот куча снеговиков. Давайте возьмем вот этого на прозрачном фоне. Отлично. «Скачать». «Скачать». «Не робот». «Лестница». Так, выбираем лестницу. И «Скачать». Вот он скачался. Итак, «Показать в папке». «Ctrl-X». «Сноумен». «Рабочий стол». «Сайт 6». «Ctrl-V». Итак, «New Year» у нас для заднего рабочего фона. А «Сноумен» — это чтобы вставить просто картинку снеговика на экран. Возвращаемся в код. Пишем первую букву «S». «Сноумен». И вставляем его сюда. Так как он, наверное, большой, то мы с вами, смотрите, 1280 на 1203 пикселя. Вот здесь подсвечивается под картинкой. Давайте зададим ему высоту. «High» равняется, пускай будет 400 пикселей. Сохраним. А для «Body» после закрывающего тега «Title» перед закрывающим тегом «Head» напишем «Style». «Табуляция». И здесь мы с вами определим для «Body». «Body» — фигурные скобки. Его стиль. Например, «Background», давайте, «Image», «Ureal», «New Year Eve» возьмем, да? Точка с запятой. Дальше «Background Size», нет, «Repeat» давайте, «No Repeat», то есть не повторять. И «Background Size», «Background Size», «Cover», точка с запятой. Сохраним. Давайте теперь откроем наш сайт через проводник, двойным нажатием на «Page1HTML» и увидим наш сайт. Да, вот он такой стал. Здесь надо добавить еще белый цвет. Цвет. Давайте так и сделаем. Вернемся в код. И для тега «P» и «H1», «P», «H1», в фигурных скобках определим цвет, «Color», «White», «Belый». А давайте «Yellow» возьмем. «Yellow», точка с запятой. Сохраним. Вернемся на наш сайт, нажмем «F5». Так, отлично. Мы с вами получили какой-то минимальный сайт с нашим контентом и теперь готовы применить этот классный эффект разбивающегося экрана. Для этого мы с вами можем воспользоваться чужим написанным кодом и напишем в Яндексе «Скрипт эффект разрушения экрана». Вот. Давайте на хабре возьмем классную статью вот эту. И смотрите, вот здесь есть ссылочка на использование HTML2 Canvas. Вот здесь есть код. Давайте его откроем. Итак, смотрим. Пример кода. Кликаем сюда и у нас разрушается экран. Да? Отлично. Смотрим. Вот это HTML, это просто для примера. Вот это стили, которые определяют. Смотрите, Canvas, да? Body. TD Table. H2. Body. Так, нам нужно только Canvas. Давайте скопируем Canvas. Правой кнопкой «Копировать». Возвращаемся к нашу код. Добавляем сюда в стиле Canvas. Давайте выровняем, чтобы красиво было. Сохраним. Дальше. Нам нужен вот такой JavaScript. Вот он он, JavaScript, который мы должны с вами использовать. Он довольно большой. Давайте мы его весь выделим. Ctrl A, Ctrl C. И поместим в отдельный файл, который будем подключать к нашему сайту. Файл новый. Ctrl V. Вставили весь наш код. И давайте файл сохранить как? Так, сайт 6. Берем my.js. Так, на английском. my.js. Сохраняем рабочий стол сайт 6. Сохранить. И вызовем его после style. Подключим, да? Нет, даже не после style. А так как он должен выполниться у нас. Давайте вставим его перед закрывающим тегом body. Вот сюда пишем скрипт. Смотрите, чтобы было видно. Вот так сделаем. Пишем скрипт. Табуляция. Пробел src. В первом теге, да? И в кавычках указываем my.js. Сохраним. Так, давайте посмотрим, ничего ли мы не забыли. Так, мы с вами добавили вот этот стиль. Добавили JavaScript. Смотрите, без библиотеки, просто чистый JS, да? Итак, смотрите, мы с вами подключили Canvas, да? Вот он. Стиль. Подключили вот этот JavaScript. Но мы еще помним, что здесь используются две библиотеки. Вот они они. Смотрим внимательно на JSFeed.net. И видим такую закладку, как ресурсы, с левой стороны. Смотрите, здесь циферка 2 стоит. И вот они, две библиотеки, которые мы должны тоже подключить. Давайте мы их скачаем. Правой кнопкой сохранить ссылку как. Берем рабочий стол. Сайт 6. Сохраняем, смотрите, первый. TwinMax.min.js. И сохраняем второй. HTML2Canvas.min.js. Правой кнопкой сохранить. Ссылку как. Рабочий стол в сайт 6. И сохраняем тоже. Эти два JavaScript файла необходимо подключить к нашему коду. Давайте подключим их перед нашим скриптом. Вот здесь вот, перед ним. Пишем скрипт. Табуляция. Табуляция. В первом теге перед закрывающей головой скобкой пишем src. Равняется. Подключаем TwinMax. И то же самое скрипт. Так, секундочку. Пишем скрипт. Табуляция. Пробел. Source. И подключаем HTML2Canvas. Сохраняем. Так, смотрим. Еще раз. Ресурсы мы с вами подключили. Вот они. Подключили JavaScript. HTML у нас контент свой. CSS мы с вами тоже подключили. Единственное, что смотрите. Здесь есть еще для HTML и body высота 100%. Давайте мы с вами это тоже определим. Причем есть margin 0, overflow hidden. Давайте вот эти два элемента тоже скопируем с вами. Так. Давайте Ctrl-C. Вернемся в наш сайт. И вставим их вот сюда. После Canvas. Выровним. Вот так вот. И сохраним. Теперь вернемся в Яндекс. На нашу закладку нажмем F5. Итак. Кликаем. Ничего не произошло. Берем исследовать элемент. Смотрим консоль. Высветилась ошибка. DOM execution. To data.url. Да? On canvas. Что это означает? То, что мы обращаемся к локальному файлу на нашем компьютере. И если мы этот файл бы запускали с сервера, то тогда бы такой ошибки не было. Давайте попробуем открыть с помощью Firefox. Так. Открываем с помощью Firefox. Нажимаем F5. И нажимаем в каком-нибудь месте. Смотрите, здесь все работает. То есть Firefox не проверяет на ошибку, что мы обращаемся к этому элементу из другого места. И все у него отображается классно. Так. А Яндекс.Браузер у нас проверяет, что вызываемый контент не относится к тому, где выполняется наш файл. Смотрите, это можно легко проверить, если вы вот так вот выделите правой кнопкой и искать в Яндексе. Смотрите. Как избавиться от ошибки. Итак, смотрим. HTML2Canvas. Да. То, что мы используем. И смотрите. Canvas это на который выведен рисунок с другого домена. Некоторые операции, например, ToDataURL. Как раз как у нас с вами есть ошибка. ToDataURL. Вот она. С таким Canvas считается нарушением SameOriginPolicy. То есть, когда у вас контент отображается с другого домена. То есть, для открытого локального файла любой другой домен считается нарушением SameOriginPolicy. Отсюда и такая ошибка. Это сделано для того, чтобы у вас невозможно было подменить код на вашем сайте. Ок. То есть, Яндекс.Браузер проверяет на эту ошибку и не разрешает нам запускать наш JavaScript локально. Но если мы запустим вот этот весь наш сайт, например, выгрузим его на хостинг куда-нибудь в интернет, то у нас легко он запустится и будет отображаться вот такой классный эффект. Либо мы можем с вами запустить этот файл. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Правой кнопкой. И открыть с помощью Firefox. Firefox не проверяет на эту ошибку и отображает нам так, как нужно. Так, обновлять не будем. Смотрите, наш файл. Мы на нем кликаем правой кнопкой и берем, например, исследовать элемент. И видим весь наш код. Причем, смотрите, весь наш body заменился с вами на контейнер с картинкой. С помощью выполнения вот тех скриптов. И теперь, когда мы кликаем на этой картинке, ну, которая на самом деле контент, где-нибудь, то она начинает вот таким образом разрушаться. Этот такой эффект можно применять где-нибудь вокально. То есть, например, не для всего сайта, а, например, для какого-нибудь элемента div. Да, чтобы сделать мини-игру. Типа, разбей кусочек экрана именно вот здесь. Например, мы могли это применить только к снеговику. И тогда бы только снеговик у нас с вами разрушался. Все остальное бы оставалось как есть. Итак, сейчас вы увидели такой классный эффект, как разбивающийся экран при кликании мышкой. Да, и обратите внимание, что он сработал в Firefox, а в Яндекс.Браузере имеется встроенная защита для предотвращения выполнения контента из другого домена. Для того, чтобы весь контент выполнялся, ну, в рамках вашего одного домена. Окей, если вы выгрозите это на хостинг, то там все у вас будет работать так же, как в Firefox. Ну, вот так вот кликаем, и классно все разлетается. Давайте посмотрим на наш код еще раз. Вот здесь мы сделали с вами просто контент наш. И добавили подключение трех JavaScript файликов. Да? Twinmax, HTML2Canvas и MyJS. MyJS мы взяли оттуда. Причем, смотрите, вот эти файлики мы могли с вами увидеть, как все это расположено, прямо в оригинале. Для этого, смотрите, откроем Яндекс. Вернемся на ту закладку, где есть описание использования этого кода. И здесь есть две ссылки на сам код и на вот такое шоу, да? То есть вот на этот файлик. Если мы здесь нажмем правой кнопкой «Следовать элемент», то мы сможем с вами пройтись по всему вот этому сайту и увидеть, что он отображается в iFrame. И здесь уже посмотреть этот документ, да? Развернуть ниже, увидеть подключение JavaScript файлов. Смотрите, где они. Хочется на HTML2Canvas. «Hertzen.com.distributive», HTML2Canvas.min.js и «Cloudfire.com.adjax.libs». Ну вот он, «Twigmax.min.js». То есть вот эти два файлика мы также могли подключить с вами тег «head». А сам скрипт, вот он, смотрите, можно было подключить также в теге «head» перед закрывающим тегом «head». Вот закрывающий тег «head» и вот он, этот скриптик. Но мы с вами вынесли подключение этих скриптов в самый низ. Ну, так более правильно, потому что они начинают выполнение тогда, когда уже весь контент загрузился. Окей. Отлично. Теперь у нас с вами есть классный эффект разбивающегося экрана. Кликаем в любом месте и у вас разбивается экран. Ну, довольно интересный, скажем так, эффект, который вы можете применить где-нибудь на какой-нибудь страничке с приколами, да, чтобы показать пользователю какое-нибудь классное отображение эффекта. Либо придумать мини-игру, где он должен разбить несколько элементов у вас на странице. Ну, довольно интересно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.